Вошли в раж, видимо, российские законодатели и ныне продолжают различного рода инициативы законодательные принимать. Вот в частности, на внеочередном заседании единогласно приняли закон о приостановке участия Российской Федерации в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Что это означает, это и другие темы будем обсуждать с редактором «Новая газета Европа» Кириллом Мартыновым, который присоединяется к нашему эфиру. Кирилл, рада приветствовать. Здравствуйте, Кирилл. Добрый вечер. Кирилл, прокомментируйте, пожалуйста, единогласное принятие внеочередное заседание и тут же не то чтобы аннулировали, просто приостановили участие России в договоре о наступательном вооружении. Кстати, это касается ядерного вооружения, так чтобы наши зрители прекрасно понимали. Ну, что касается самого голосования Госдумы, то, конечно, это совершенно такой цирковой акт. Это история про то, что в Российской Федерации, как сказал один из сенаторов, у нас, значит, слово президента вообще имеет более важный статус, чем законы. И вот действительно мы увидели, как вчера, значит, президент Путин говорит о том, что, а вот ничего бы нам не приостановить этот договор, и на следующий день принимают соответствующий закон. То есть буквально эти люди, так называемые депутаты, которые якобы кого-то представляют, они играют в такую игру, что они мгновенно готовы принимать любые решения, день в день практически, о которых накануне сказал Владимир Путин. Само по себе это зрелище, ну, достаточно неприятное, тем более, что, ну, все-таки, вот я даже так задумываюсь, да, неужели среди 450 российских депутатов не нашлось ни одного, кто хотя бы сказал, давайте отложим, например, рассмотрение, все-таки вещь серьезная, про ядерную войну речь идет потенциально. Может быть, мы хотим как-то не спешить с этим законом. Нет, таких не нашлось. Они на следующий день вот прыгнули так высоко, как им скажут. Кирилл, если я ошибаюсь, то, пожалуйста, поправьте меня, но, по-моему, этот закон должен был действовать до 2026 года, если не ошибаюсь. То есть, соответственно, Путин просто приостановил его за три года до завершения, но не стал продлевать, скажем так. И в последние три года, если не ошибаюсь, одна из важных частей этого договора, то есть это проверки, которые должны американские специалисты производить в России и российские специалисты в Соединенных Штатах Америки, не проводились. То есть, по сути, эта инициатива уже не действовала три года. Вы знаете, и так, и не так. То есть, мне кажется, что касается вот именно отсутствия каких-то действенных мер в рамках этой инициативы, я думаю, здесь ситуация более сложная. Начать, наверное, нужно с того, что мне кажется, что эта идея в послании Путина федеральному собранию возникла как прямой ответ на визит президента США Байдена в Киев. В том плане, что они узнали, российские власти узнали об этом накануне этой речи Путина, все речи Путина считаются историческими, им нужно было как-то ответить. Но Путин сам никуда не может поехать. То есть, во-первых, понятно, что в Киеве его вообще не ждут. Да, даже страшно себе представить, что было бы, если бы Путин появился в Киеве. Но и там, не знаю, выбраться, например, в Донецк для Путина, по всей видимости, тоже небезопасно. Не такой он человек, чтобы по Донецком ездить. И мне кажется, что советники Путина, они пытались придумать какой-то ответ, а вот что плохого можно сделать американцам, что американцы по-настоящему не любят. По-настоящему американцы не любят неопределенности в отношении ядерного оружия. Так когда-то возник знаменитый и теперь трагический Будапештский меморандум в начале 90-х годов, который лишил Украины статуса ядерной державы. Американцы действительно стараются, чтобы там ядерное вооружение не распространялось, не контролировалось многими правительствами. Да, если невозможно вообще разоружиться, то хотя бы вот пускай они будут в каких-то руках. И действительно российские власти придумали, чем американцев поддеть. И в данном случае, мне кажется, помимо этих взаимных проверок, которые де-факто не выполняются, очень важная история про возобновление, возможное возобновление ядерных испытаний, испытаний ядерного оружия, о чем в своей характерной манере сказал Путин. Ну, дословно это звучало так, да, что мы слышали, что американцы готовят такие испытания ядерные. И это означает, что никак это не подтверждается, просто мы слышали, у нас есть такие данные. Это означает, что мы готовим свои ядерные испытания в ответ. Да, значит, и выходим из этого договора СНВ, который был заключен правительством Дмитрия Медведева в 2010 году и тогда считался большим успехом российской внешней политики. Это, помимо этого пункта про взаимные проверки, это, конечно, плохо. Это плохо, потому что российские власти, ну, ведут себя совершенно безответственно и создают по большому счету какие-то условия для того, чтобы ядерное оружие, вообще разговоры про ядерную войну считались чем-то нормальным. То есть они откатываются в какое-то далекое прошлое, пытаются себя представить в качестве такой второй сверхдержавы, которая, как там, в 60-е годы 20 века, ну, вот таким образом опанирует Соединенным Штатам. Кирилл, какой бы ни была речь, послание Путина к Федеральному Собранию, многие считают, что это была самая слабая речь, да, он там уделил 70-80% экономике. Тем не менее, обойти стороной не можем. По вашему мнению, самое важное, что прозвучало, как к этому относиться, и вторая часть вопроса, возможно, это даже будет интереснее, чего не прозвучало, о чем Путин должен был говорить и чего не сказал, почему это произошло? Вы знаете, мне кажется, действительно, вторая часть вопроса здесь гораздо важнее. Я это говорю как гражданин Российской Федерации. Фактически Путин не ответил в своей речи на, фактически, на годовщину войны, о том, как он видит, ну, и настоящее, и какие-то цели собственной политики, и перспективы какого-то будущего, и те правила, по которым российское общество должно жить. Фактически Путина, ну, я не знаю, наверное, прямо его никто об этом не осмеливается спрашивать, но фактически очевидно, что для России, как страны, для российского общества, важно понимать хотя бы в общих чертах, что происходит. Важно получить ответ, во-первых, во имя чего ведется война, что Путин видит в качестве своей победы, как Путин видит для себя сценарий выхода и завершения этой войны, то есть что должно произойти в конце этой войны, как он видит какие-то цели, которые он перед собой ставит, и как российское общество должно к этой войне адаптироваться. Потому что, ну, даже в этом послании было такие две довольно противоречивые линии. С одной стороны, по количеству военных в аудитории, в которой обращался Путин, и в риторике Путина было понятно, что вот война идет. С другой стороны, как и в прошлые годы, много десяти, или уже два десятилетия, обращения Путина были построены примерно по одному канону. У нас много трудностей, но впереди большие свершения. Мы, значит, сильная страна, у нас образование развивается, еще давайте снизим налоговую нагрузку на бизнес. Какие-то стандартные, совершенно пустые риторические фигуры, которые не дают никаких ответов на те вопросы, которых людей действительно интересуют. Причем людей, в том числе тех, кто даже является сторонником Владимира Путина, даже, я думаю, сторонники войны не получили ответа для себя, должны ли они завтра умереть во имя каких-то священных целей, в чем эти цели состоят. Я думаю, что даже те люди, которые находились в зале, и которые слушали в первых рядах речь Путина, даже они остаются после этой речи в смятении. Потому что люди не знают, как адаптироваться к нынешней ситуации, какой у российского президента план на этот год. А как отреагировали российские, так называемые, элиты? Те же самые депутаты, олигархи, топ-чиновники, силовики. Они для себя что могли подчеркнуть из этой речи? Ну, в целом, мне кажется, для них было некоторое подобие послания. И подобие вот этого месседжа от российского президента заключалось в том, что в целом все под контролем и можно немного расслабиться. Ну, то есть там была такая демобилизирующая, демотивирующая какая-то конструкция о том, что на самом деле, ну, мы не расскажем вам, в чем состоит наш план, но у нас он есть, экономика развивается, у нас большие возможности на Востоке, мы построим скоростную магистраль доказаний, а еще мы у нас замечательные партнеры в Китае. В принципе, все идет своим чередом. Мне кажется, хороший тезис, сформулированный несколькими независимыми экспертами по поводу этого выступления, заключается в том, что Путин, по большому счету, это на самом деле страшно, Путин этой речью как бы нормализовал войну, то есть он превратил ее в нечто обыденное. Ну, идет война, ну, что такого, живите, как жили раньше. В этом смысле слова российские элиты, наверное, должны были понять, что прямо сейчас Путин не предлагает им всем отправиться в рай. Да, вот Россия таким образом как бы остановилась на пороге рая, это я отсылаю к его, этой совершенно дурацкой фразе о том, что все остальные просто сдохнут, а мы попадем в рай, чем он очень гордился. В рай пока прямо сейчас не нужно, нужно еще пожить вот в том законсервированном состоянии, в котором сейчас находится Российская Федерация. Но надо понимать, да, что даже на уровне элит российских никто не знает, в чем заключается правило, которое характерно для этого года, да, значит, на что можно надеяться, во что можно инвестировать, там, и время, деньги, какие-то любые усилия, что будет дальше, и какую жертву от тебя потребует российское государство, что является, да, вообще допустимым, так называемым, патриотическим поведением. Вот никаких ответов на все эти вопросы не прозвучало. Я думаю, что помимо такого немножко, такого немножко месседжа о том, что, ребята, расслабьтесь, да, по большому счету, ничего полезного для себя российская элита из этого обращения не извлекла. Да и вряд ли расслабилась после этого. Кирилл, спасибо большое за ваши комментарии. Кирилл Мартынов, редактор «Новая газета Европа», был с нами на прямой связи. Спасибо.